Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь! Из этого видео вы узнаете, как быстро новичку собрать за короткое время сайт-визитку. Несколькостраничный сайт. Простой, легкий, опрятный сайт. Работать будем с Joomla 4. Использовать для многостраничного сайта мы будем популярный билдер, конструктор страниц UTEM. Я уже записывал ранее в 2019 году на один из шаблонов от UTEM, как настроить сайт с использованием этого конструктора. В этом видео посмотрим их компонент от UTEM. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. Итак, я сделал чистую установку Joomla. На момент записи видео актуальная версия 4.3.2. Вы это видите, абсолютно чистый сайт. KCIP шаблон. Итак, как я хочу реализовать в этом видео сайт-визитку, состоящую из нескольких страниц. Передо мной задача, чтобы сайт был опрятный, с современным кодом и достаточно шустрый. Что я для этого выбрал? Я выбрал Builder UTEM. Какой я получил макет? То есть вот такой макет я набросал. Есть шапочка из трех страниц. Шапка у нас залипает. Выглядит вот в таком виде. С диаграммами, с какими-то изображениями Lightbox. Здесь вот информация в свернутом виде. Это аккордеон. Иконки. Картинки. И на других страницах у нас идет страница. Простая страница обо мне. Картинка, текст и контакты. Контакты. Здесь я сделал интерактивную карту. Яндекс. И здесь телефон кликабельный. E-mail. Группа ВК. И тут любую информацию можно здесь разместить. Но самая главная и большая это главная страница. Выглядит достаточно вот так вот скучно, серо. И на самом деле хорошо. Я хотел вам это показать. Что вы сможете в дальнейшем этот билдер использовать как прототипы. Наброски макетов. То есть прежде чем наполнить сайт красками, картинками и так далее. Вы можете быстро набросать макет. Причем делается быстро картинки. И этот демо текст это не нужно подгружать. Вы просто размещаете на страницу элементы. Они сразу идут с демо текстом. И очень легко заменяются на свои. И вот там где все английское, получается я просто кинул плагин на холст. Или вот картинка без картинки. Там где вот по-русски скачать, тут конечно же я внес текст скачать на кнопку. Все остальное это все быстро набрасывается. Или для клиента, или для себя. Если нужно сделать прототип, очень это сделать удобно быстро. Что касаемо мобильной версии. Здесь в этом билдере у нас идет автоматическая мобильная версия адаптация. То есть у нас не будет времени уходить на корректировку мобильной версии. Хотя да, у нас есть возможность корректировать что-то. Но что мне нравится, гамбургер меню, что у нас готовая мобильная версия. А теперь прежде чем мы будем действовать. То есть я буду действовать вот по этому макету, который я набросал в этом видео, в рамках этого видео. То есть я покажу как собирать простой вот такой сайт. И будем делать то же самое. Но только лишь что-то заполним картинками на свои. Вместо такого прототипа. Теперь поговорим немножко про UTEM. Почему, значит, я выбрал? Чем отличается от других билдеров? Преимущества и недостатки. Во-первых, давно развивающаяся контора UTEM. Она имеет как шаблоны, так и отдельный конструктор в виде компонентов. Это единственный билдер, который работает с WordPress и Joomla. Хотя, честно говоря, на WordPress я ни разу его не ставил, не смотрел. На WordPress он тоже есть. Естественно, он платный. Все остальные билдеры мне знакомы. Они сделаны либо на WordPress, либо на Joomla. И, соответственно, он самый легкий. То есть сайты получаются очень шустрые, быстро загружающиеся. То есть, если мы возьмем, скажем, на WordPress у нас есть Elementor, DV, PageBuilder, VPBakery. Это то, что я юзал ранее. В чем я хорошо разбираюсь. На Joomla это Gridbox, SPPageBuilder и Quix. Вот три разных конструктора. Все эти конструкторы, которые я перечислил, они все имеют один общий недостаток. Они все достаточно тяжелые. Но они имеют богатые настройки. UTEM отличается тем, что он самый шустрый из всех. Но вторая сторона медали этой скорости, он имеет на борту мало опций. То есть мало виджетов, мало каких-то этих моментов. Вы можете часто втыкаться в такие моменты, что не хватает функционала. Вот казалось бы, если мы используем только UTEM. Он достаточно прост в использовании, если мы просто берем конструктор и накидываем виджеты, делаем колонки. Но в чем недостаток этого конструктора в UTEM? Как только вы начинаете касаться такого момента, вот шапочку сайта нужно залить цветом, поставить рамку, сделать тень или любой другой элемент на сайте, здесь это сделано крайне неинтуитивно, неудобно, что усложняет рабочий процесс. То есть, скажем, в Elementor вы просто можете нажать на шапку или на карандашик на шапке и перейти сразу в настройки, где все есть. Шрифты, цвет, все можно изменить сразу же. Или любой другой конструктор на Joomla, тот же Gridbox. Нажали на карандашик, любой элемент цвета поменяли. Здесь, может быть, я, конечно, не нашел, но я уже давно с этим конструктором тоже имею опыт, и здесь это на самом деле заморочено, на мой взгляд. Я не знаю, почему они никак это не реализуют, здесь ведь все есть, можно все менять, цвета, шрифты, все это можно. Но подобраться к этим настройкам, их нужно еще откопать, найти, где находятся от того или иного элемента эти опции. То есть, вот связки, не хватает разработчикам связать это. Но мы не будем в рамках этого видео сильно углубляться, потому что это история про объемный большой курс, если же мы будем ее тем полностью разбирать. Ранее, в 2019 году, я записывал уже бесплатные уроки в YouTube на UTEM. Тогда я разбирал отдельный конкретный шаблон на Joomla. В этот раз я хочу посмотреть, ну вот как у меня здесь это сделано. Я просто взял их не компонент. По сути, компонент имеет на борту компонент плюс шаблон. Вместе они идут. То есть, шаблон какой-никакой болванка есть. Также для реализации каких-то таких вот моментов, типа вот такой вот диаграммы, или других, которые на самом деле на борту нету в UTEM. Как я сказал, у него очень скудный набор плагинов у UTEM. Но за счет этого он зато шустрый. Также в рамках этого видео мы будем использовать дополнение. Вы должны понимать, что для UTEM от других разработчиков есть дополнение. В данном случае, герцог Дюпон, так он называется. Дополнительные аддоны, с помощью которых мы можем делать диаграммы и другие моменты. Причем этот вот аддон, который имеет разные дополнительные возможности, он бесплатный. Сам по себе вот эта версия, она бесплатная. Вот тут это помечено. Вот так вот будет выглядеть набор плагинов. Все, что выше, это есть в составе UTEM. А вот зеленая рамочка у них помечена. Это вот дополнительные плюхи. Вот от этого герцог Дюпон. Это один из них мы будем использовать. То есть, плагин один устанавливаем. Получаем сразу ряд виджетов. И несколько из них будем использовать. Итак, переходим в админку моего тестового сайта. Давайте установим здесь компонент. Нажимаю здесь система расширения. На момент записи видео я буду использовать последнюю актуальную версию компонента UTEM. Это 4.0.5 версия. Я просто перетаскиваю сюда, устанавливаем. Установка компонента успешно завершена. Далее я устанавливаю бесплатный плагин, который я вам показал. Все ссылки я оставлю в своем статье на своем официальном сайте fedorvasilev.com. Ссылка будет под видео. Итак, мы установили следующее наше действие. Мы в компонентах здесь ничего не видим. Казалось бы, компонент установили, он должен здесь быть. Но у него будет своя позиция ниже. Мы сначала с вами переходим в систему стиля сайта. И видим здесь вот он UTEM. Видите, шаблон. Он появляется. Мы назначаем его по умолчанию. Кликаю просто сюда, назначаю звездочкой этот шаблон. Как только мы это делаем, мы вот здесь видим сразу наш компонент с настройками. Я не знаю, есть ли разница. Мы можем и через шаблон настраивать, и через компонент. Я разницы большой не увидел. Ну, мне удобнее вроде как через компонент настраивать. Что происходит с лицом сайта, с фронтальной части? Если я обновлюсь, у нас почти белый холст, заголовок страницы и хоум. Главное, как обычно, все, шаблон у нас уже работает. Что мы делаем дальше? Мы можем прямо сразу приступить. Я предлагаю набросать сначала главную страницу. Меню займемся в последнюю очередь. Я перехожу U-TEM. Нас встречает приветственное окно. И тут есть и видео на английском языке. И все, что тут вошло. В пустом месте где-нибудь кликаем. Здесь я нажимаю конструктор. И здесь нам говорят, что мы не можем использовать конструктор. Нам нужно, чтобы сам пункт меню, вот именно этот главный. Ну, я обычно это делаю так. Я привязываю, просто создаю пустую статью. Привязываю, связываю ее с пунктом меню. И тогда у нас появится возможность здесь конструировать. Поэтому мы нажимаем здесь закрыть. Выходим отсюда. Я хотел вам показать это сообщение. Мы переходим с вами в материалы. Создаем статью. Пускай это будет главное. Так и назову главное. Это не важно. Это нигде отображаться не будет. Состояние главное. Опубликовано. Категории здесь тоже не важно. Ну, если хотите, можете для разных страниц создать. Потому что в задании у нас страница, она с контакты. Это тоже надо все здесь сделать. Поэтому я предлагаю сразу это создать. Здесь по стрелочке вызываем меню сохранить и создать. Сразу же, чтобы открылась у нас вторая статья. Вторая будет или о нас, или обо мне. Обо мне. Также сохранить и создать. И создадим еще одну страницу. Контакты. Контакты. И теперь сохранить, закрыть. Итак, мы видим три статьи есть. Теперь нам нужно главную связать с пунктом меню. Переходим в меню. В main menu переходим. Вот наша главная страница, которая по умолчанию в Joomla всегда появляется. Можем сразу переименовать как главная. Здесь выбрать. Связываем. Выбираем материалы. И здесь мы выбираем материал. Отображает отдельный материал. Выбираем. Страница обновляется. Теперь нужно назначить материал в поле ниже. И вот они наши только что созданы. Три материала. Я выбираю главное. Связываем. И теперь сохранить и закрыть. Все. Материал связали. Теперь переходим в view theme. Переходим. Да, кстати, пока не начали делать конструктор. У вас сайт. Давайте обновим главную страницу. Будет вот так вот выглядеть. То есть пока что выводится информация именно статьи. То есть автор, главная страница, дальше home, назад стрелка. Это все исчезнет. Как только вы нажмете конструктор и нажмете новый макет. У нас создается секция. И здесь все исчезает. Вы прямо сейчас можете здесь нажать сохранить макет. Пустой макет. Если мы посмотрим на фронтальную часть сайта и обновим ее. Здесь видите ничего нет. Смотрим на наш тестовый пример. У нас здесь получается колонка разбита на две части. В одной картинка. Тут заголовок, текст, разделитель и кнопка. Давайте это и сделаем. Чтобы разбить на колонки. То есть сейчас у нас идет вот это все на самом деле простое. Все это просто. Немножко коснемся в этом видео, когда пойдет речь о том, что нам нужно что-то поменять. Скажем, на демо сайте я сделал тонкую тень у шапки. То есть изначально ее там нет. Там просто белое полотно. Смотрите, мы нажимаем на карандашик, который находится у нас вот здесь с краем. Нажимаем на него. Появляются новые настройки. Теперь мы кликаем прямо на этот прямоугольник. Здесь выбор соотношения колонок. Я выбираю вот этот вариант. Как раз равные колонки. Здесь можем нажать уже назад. И теперь видите, появляются вот здесь вот в белой этой области два плюса. Нажимаем по плюсу, вызываем виджеты. Или плагины. И вот изображение. Выбираем изображение. У нас оно также назначается, как абсолютно на демо примере. По этому плюсу я нажимаю, ищем виджет заголовок. Вот он. Выбираем здесь. Соответственно, как картинку меняйте заголовок. Вы просто нажимаете виджет. Вот здесь вот пишите свой заголовок. И он здесь поменяется на свой. Тут можно ссылку назначить. Тут есть у каждого свои тоже ряд настроек. В этом видео касаться этому не будем, чтобы сильно не растягивать видео. Смотрим на наш пример. Дальше идет текст и разделитель. Смотрите, ниже есть плюсик. Если я навожу мышь, видите. Нажимаем по плюсику. То есть я хочу в эту колонку назначить еще какой-то плагин отсюда. Нахожу текст. Нажимаю текст. Видите, сразу по-английски демо текст встает. Текст также можете слой добавить, просто кликнув на виджет текст. Нажимаю по плюсу, ищу разделитель. Вот он. Нажимаю на него. Появляется линия. Но у меня отличается. У меня в центре такая иконочка. Я нажимаю. Давайте посмотрим, что есть. Есть вот иконка. Вот она поменялась. Тут есть еще варианты. Ну вот оставляем так. Сохранить. Назад. И кнопка. Нажимаю по плюсу. Ищем button. Вот она. Находим кнопку. Нажимаем на нее. Она не выглядит как кнопка, поэтому мы сейчас добавим. Ну, у меня серая кнопочка. Стрелочка есть. И по-русски скачать я сделал. Заходим в кнопку. Здесь я прямо добавляю элемент. На кнопке пишу. Скачать. Но чтобы кнопка появилась, кнопка всегда должна иметь ссылку. Либо вешайте ссылку снизу, либо можете сымитировать. И поставить заглушку вместо ссылки. Обычно это просто решетка. Тогда вы видите, сразу кнопка появляется. Иконка снизу. Иконок тоже немного, но отдельным виджетом... Я знаю, что есть виджеты, которые здесь могут... Может быть сильно больше всяких иконок. Вот она. У нас остается здесь, что кнопку я сделал вот по этому краю. Мы смотрим... Давайте сохраним сначала. Смотрим настройки. Вот это, кстати, это на самом деле есть цвета. Но они ограничены. Мы не можем просто поменять цвет. Точнее мы можем. Но не отсюда. Это нужно заходить в настройки. Где эти настройки. Это все в стилях находится. И это крайне неудобно, как я уже говорил. Я оставляю здесь. Пускай мы, допустим, собираем пока что просто прототип, макет сайта. Здесь, находясь... То есть я вышел из кнопки, видите? Но я пока нахожусь здесь, в самом виджете. Здесь есть вот настройки. Я нажимаю настройки. И нахожу внизу выравнивание. Здесь немножко неправильный перевод выравнивания текста. Но тут на самом деле выравнивание кнопки. Делаем вот по центру, а я делаю ее справа. Вот так справа. И сохранить. И получается, что, кстати, мобильную версию... Внизу у нас есть такие иконки, видите? Нажимаем это у нас ноутбук. Нажимаем это планшет. И здесь уже и меню уже мобильное. И тут все блоки сами перестраиваются. Нам не нужно заморачиваться. То есть мне это очень нравится. В этом UTM Builder. Еще раз на ту же иконку нажимаю. Иконка переворачивается. И переворачивается здесь. То есть это как будто бы разный разворот планшета. То же самое кликай на мобильную версию. Это у нас мобильный телефон. И еще раз на мобильное устройство нажимаю. Это у нас другой разворот смартфона. Вот так вот здесь хитро все устроено. Следующая у нас идет... Следующая секция. Она залита цветом. Разделена на три колонки. Здесь есть иконки, тексты, кнопки. Давайте это сделаем. Выходим по стрелке назад. Смотрите, у нас есть... Вот здесь вот ниже появляется мышка. Вы просто наводите такой плюс. Если мышку наводим, написано, видите, добавить раздел. Это именно раздел. Нажимаем сюда. Снизу добавляется раздел. Но мы его не видим, потому что он белый. Вот здесь секция, рядом карандашик. Нажимаем на карандашик. Нам нужно, чтобы эти блоки отличались. Настройки. Стиль. Тут всего три стиля. Выбираем самый первый. Первый. Вот такой серый. Вот так и оставляем. Сохранить. Назад. Нажимаем вот на этот карандашик. Вы помните, вы здесь уже были. Нажимаем на прямоугольник. Нам нужно теперь три колонки. Выбираем вот здесь я нахожу. Три колонки. Они находятся. Назад. И здесь у нас, получается, иконки сначала идут. Нажимаем по плюсу. Находим плагин иконки. Вот он. Айкон. Выбираем. И на самом деле вы тут уже смотрите. Ну, то есть, какую иконку вы хотите. Давайте просто вот я возьму джунную иконку. И сразу тут и ссылку можно повесить. И давайте я сразу выровню. По центру. Сохранить. Дальше у нас идет текст. Я могу вот отсюда. Видите, иконки дублировать. Нажимаю дублировать. Появляется. Вот он. Здесь, если мы наводим мышкой в режиме перетаскивания вот здесь, они подсвечиваются в этой части у нас с вами. И даже здесь вы можете вот на стрелку нажать, свернуть эту область, чтобы как будто бы вот сайт вы смотрите. А на самом деле мы в режиме редактирования билдера. Мышкой зажимаю просто левой и перетаскиваю под иконку. Ну, чтобы просто много раз не создавать, я думаю, что это продуктивнее, да? И здесь у нас что получается? Текст по центру, кнопка по центру. Давайте кнопку тоже я сдублирую. Отсюда, кстати, тоже дублирует удобно. Вот на эту иконку мы нажимаем и перетягиваем ее сюда. Вот. И теперь давайте здесь все выровняем. Я захожу в текст, настройки, выравнивание по центру, назад. Заходим в кнопку, настройки, выравнивание по центру. Ну и здесь, так, сохранить нажмем, назад. Заходим в саму кнопку, нажимаем на кнопку, настройки, стиль. Давайте сделаем, ну, чтобы они отличались. Вот, у нас уже так же абсолютно выглядит. Ну и дальше, либо копируете, либо новые иконки создаете вы. Естественно, пока макет мы делаем, мы можем просто скопировать иконку, перенести. Скопировать иконку, перенести. Скопировать текст. И в таком духе. Идем на фронтальную часть сайта. Видите, достаточно быстро мы с вами уже два блока набросали. Следующий блок. Есть заголовок, есть аккордеон и картинка. Создаем опять новую секцию. Заходим вот в этот карандаш и делаем две колонки. Назад. Текст так же, вот мне просто удобнее. Я отсюда копирую и просто перетаскиваю сюда. Вон, внизу заголовок я добавил. С картинкой то же самое. Картинка же там то же самое. Я просто перетягиваю сюда. Ну, а здесь я нажимаю по плюсу и ищу виджет аккордеона. Находим, вот он аккордеон. Здесь просто демо, видите, уже есть. Нам не надо, если прототип мы делаем, вот он есть. Если что, свои заголовки, свой текст там спокойно можно добавить. Все. Этот блок мы тоже уже с вами сделали. Смотрим. У нас отступы от всех блоков автоматически, видите, заданы. Их, конечно, тоже можно менять, но самое главное, они уже у нас есть. Вот, у нас все с вами работает. Следующая. Блок, ну, не галерея, потому что стрелок-то нет. Но у нас есть картинка, есть текст, есть крестик закрытый, есть лайтбокс. Кнопка подробнее. Смотрим. Нажимаем здесь также по плюсу. Новая секция. И также я ей задаю стиль. Вот, внизу появилось. Есть такой виджет, вот он, галерея. Хотя, на самом деле, вот они, три картинки. На галерею не очень похоже. Видим текст по центру. То есть, это значит, подразумевает, что мы можем вставить туда свой текст и свои картинки, естественно. Но здесь у нас есть еще кнопка. Я все-таки сделал кнопку подробнее. Заходим в галерею. Далее, заходим в настройки. Здесь достаточно много опций. Находим, вот он, включить. Нет, не здесь. Вот, лайтбокс. И появляются кнопки, но редмо, написано, да? Читать больше. Можем еще добавить вот такой прикольный эффект граница. При наведении, смотрите, появляется такая граница. Прокручиваем чуть ниже. Вот, вместо редмо, я пишу подробнее. Вот, на кнопке мы видим. У нас открывается лайтбокс подробнее. Этот блок у нас тоже готов. Дальше. Анимационные диаграммы. Выхожу. Создаю новую секцию. Давайте заголовок над ним какой-то будет. Нажимаем по плюсу. И в самом нижнем ряду мы видим с вами набор плагинов. Но на самом деле я совсем забыл. Здесь для реализации вот такой диаграммы я использовал еще один плагин. Здесь на сайте его нет. Поэтому я дико извиняюсь, сохраняюсь. Давайте сейчас установим. Выхожу отсюда. Система. Расширение. Вот страница разработчика, который делает дополнительные аддоны, как платные, так и бесплатные. Также ссылка будет на моем сайте. Здесь как раз таки я использовал дополнительный виджет. Бесплатный. Я его перетаскиваю. Он у меня установился. То есть никаких настроек делать не нужно. Вы просто возвращаетесь в конструктор. Конструктор. Заходим. И у нас появляется снизу еще три аддона. Социальные кнопки. Вот этот даже не смотрел что. И вот это вот у нас диаграмма. Вот так он выглядит. Нажимаем. И здесь на самом деле смотрите. Вообще давайте разные можем сделать диаграммы. Линия. Вот такие линии. И график вы можете выстраивать. То есть прямо реально указать те значения, которые вы можете диапазон дни, месяцы выставить. Я это использовал просто для полноты картины, чтобы лендинг как-то заполнить, чтобы он, точнее не лендинг, а нашу главную страницу, чтобы была какая-то информация. И я думал, что это будет симпатично использовать какой-нибудь бар. Вот. Пускай он такой и будет, но я зайду в настройки. И вот здесь вот 400 пикселей видите по ширине. Я хочу, чтобы он был во всю ширину. Я делаю 100. И вместо пикселей я выставляю знак процента. Тогда он будет вот так вот выстраиваться. Естественно, как вот блоки добавлять здесь, это элементарно. Я думаю, поковыряться можете разобраться. Я не хочу затягивать. Как я же говорил, вот у нас блок готов. Единственное, его можно там сделать цвета. Слишком он темный тут. Мы же макет делаем, у нас он весь серый. Но самое главное, вот он у нас есть. И давайте на сайте обновимся. Посмотрим. То есть вот анимация работает. Макет готов. У нас остается здесь подвал. Здесь социальные кнопки, копирайты. Ничего особенного нет. И кнопка наверх, прокручивающая наверх. На самом деле это сквозной элемент. И здесь это лучше делать через билдер, именно модуль. Давайте это посмотрим. Чтобы на все страницы он назначался автоматически. Вот эта вся нижняя честь. Давайте посмотрим. Здесь мы, в принципе, мы закончили, да, с вами эту страницу. Переходим. В модуле. Нажимаем модули. Нажимаем создать. Билдер видим. Здесь он появляется только, когда вы ее тему установили. Нажимаем билдер. Позиция. Давайте сразу выберем. Вот видим Кассиопия. Ее позиции снизу. Мы находим. Вот он, заголовок U-TEM. И вот она, button-button. Позиция это снизу. Заголовок можно скрыть. А заголовок. Можете написать подвал. Все, что угодно, чтобы для вас было удобно. Этот заголовок нигде не будет на сайте виден. И здесь самое главное, на каждой странице убедиться, что у вас выбрано. Потому что, по сути, подвал должен быть на всех страницах. А теперь нажимаем сохранить. И вот после этого мы конструируем еще и подвал. Нажимаем на кнопку Open Builder. Открывается, по сути, наш тот же конструктор. Прокручиваем вниз. И вот здесь вот смотрим. Вот у нас подвал. Это название нашего модуля. Нажимаем напротив конструктор. И здесь начинаем уже конструировать. Нажимаем новый макет. Он у нас внизу появился. Его просто не видно. Сразу сделаем его темным. Вот он, допустим, при мэре. Сохранить. Назад. Нажимаем по плюсу. Здесь находим социальные кнопки. Вот он, Social. Хотя здесь есть тоже Social. Я не знаю, чем они отличаются. Но лучше использовать родной от U-Tem. Назначать кнопки можно. Назначать можно свои иконки. Здесь не вопрос. Просто добавляйте новый элемент. Я оставлю пока так. И просто выровняю. По центру. Сохранить. Дальше я добавляю разделитель. Вот он разделитель. И так же пускай будет с иконкой. Вот так это выглядит. Ровно так же, как у нас выглядит здесь. Дальше у нас с вами идет текст копирайтов. Здесь можно просто добавить текста. Здесь можете написать все, что угодно. Текст копирайтов. Я пишу 2023 год. Но только лишь это все надо сделать по центру. Вот у нас все здесь получилось. Остается здесь реализовать кнопочку наверх. Здесь так же по плюсу находим. Здесь есть такая вот она виджет. Видите? То топ. Нажимаем. Стрелочка вот здесь появляется. Но как правило, она всегда справа. Потому что у нас мышка справа. И всегда удобнее здесь нажимать наверх. Неудобно через весь сайт ползти, чтобы нажать наверх. Обратите внимание на это. У всех стрелка всегда находится справа. Заходим внутрь. Можно даже здесь написать сопроводительный текст. Видите? Вот здесь наверх будет написано. Настройки. И так же справа. Вот у нас она помечается. Сохранить. Теперь идем на сайт фронтальную часть. Обновляемся. У нас все красивенько. Нажимаем. Прокручивает. По сути, главная страница у нас с вами готова. И подвал еще. Для всех страниц. Для остальных. Далее. Давайте. Здесь уже проще. Делаем страницу о нас. Переходим в меню. Нам нужно создать меню. Кстати, вот здесь главное у меня не переименовалось. Главное. Сохранить. И создать. Вторую страницу обо мне. Также выбираем материал. Материал. Выбираем наш материал обо мне. Связываем страницы. И то же самое проделаем для контактов. И так. Подвязали менюшки. Здесь на сайте у нас тоже они вот выводятся. Пока здесь ничего нет. Теперь идем в конструктор. Сразу можно перейти вот так вот прям здесь обо мне. Нажимаем. Потом нажимаем конструктор. Новый макет. У нас сразу здесь обнуляется, скажем так, все. Здесь делим на два экрана. Сюда мы добавляем изображение. Сюда мы добавляем текст. Текст о нас. Вот здесь текста мало. Поэтому я делаю. Это же у нас демо-контент. Я его копирую. Захожу в текст. И просто здесь несколько раз так дублирую. Ну, чтобы была наполненность. Сохранить. Здесь у нас только получается ситуация. Если мы посмотрим. Из-за того, что страница слишком короткая. У нас после подвала снизу разрыв. Белый. Это как раз таки слишком короткая страница. Давайте это исправим. Сделаем немножко секцию. Зайдем в настройки. Высота. Выберем, допустим, 20. Ну, 20%. То есть и снизу, и сверху. Сохранимся. Обновимся. То есть вот такая вот страничка. То есть главное готово. Обо мне у нас. С вами тоже готово. Обратите внимание, что подвал, видите, автоматически назначается. Как я и говорил. Теперь контакты. У нас здесь контакты как выглядят, смотрим. Я здесь использовал. Ну, страница контактов может выглядеть вообще по-разному. Это просто на мой вкус. Интерактивная карта Яндекса. И сразу информация. Телефон, email кликабельный. Здесь нажимаем закрыть. Здесь нажимаем контакты. Все то же самое. Конструктор. Новый. И здесь тоже получается, что у нас колонки делятся. Но только я взял вот такой вот вариант. 1, 2. То есть меньшая область для телефона. Больше для карты. Переходим. Можете в Яндексе вбить. Конструктор Яндекс.Карт. Именно так он называется. У вас должен быть аккаунт почты хотя бы Яндекса. То есть не авторизовавшись у вас не получится карту получить. Здесь у меня уже готовая карта есть. С моим, скажем так, офисом. Далее сохранить и продолжить. Здесь размер растянуть по ширине я рекомендую делать. Чтобы окно было резиновое по высоте 500. И получить код. И допустим код iFrame. Выбираю и копирую его отсюда. Далее мы заходим вот в эту колонку. Здесь у нас есть такой виджет HTML. Выбираем. Заходим. Вставляем нашу карту. Все. Она у нас интерактивная. Она у нас увеличивается, уменьшается. Все инструменты плюс-минус. Мое местоположение. Все это здесь работает. Сохранить. Выходим. А здесь я использовал виджет таблица. Просто мне захотелось. Изначально они конечно выглядят не очень хорошо. Давайте сначала добавлю я элемент. Здесь я добавлю кликабельный телефон. Далее добавляем элемент почту кликабельную. Назад. И группу ВКонтакте. Сохранить. А теперь можно поработать с ее дизайном. Здесь стиль. Убираю вот такой. То есть у нас видите каждая строка. Она как полосатая. Выделить строки при наведении. То есть она желтеньким вот таким при наведении подсвечивается. И если они слишком такие пузатые. Эти полоски. Размер можно выбрать маленький. Вот так. Для красоты картины. Если у вас будет информация. Вот так заполнить до краешка карты. Тут можно адрес еще написать текстом. Еще какие-то социальные. В таком виде. Сохранить. И конечно же у нас. Нам не нужно даже париться. О мобильной версии. У нас все хорошо. Итак. Мы с вами сохранились. Обновляемся. Смотрим. Страница готова. Обо мне у нас готова. И главное готово. Теперь все же хочется мне сказать. О дополнительных плюшках. Я установил вот эти бесплатные аддоны. Кью тем. И как же о них не рассказать. Я рассказал лишь только вот об этой диаграмме. Моя любимая анимация Lottie Animation. Давайте ее используем. Вот здесь она главный. Посмотрим как это может симпатично выглядеть. И так же сюда вот загрузим изображение. То есть небольшое так сказать введение в дополнительные плюшки. Есть такой сайт Lottie.com. Здесь надо быть авторизованным. Здесь есть бесплатные анимации. Если вам что-то подойдет. Можно файл JSON скачать на компьютер. А потом его загрузить на сайт. И через специальный аддон мы можем где-то на сайте использовать какие-то прикольные вещи. Но как обычно Joomla нас не пропустит своей всемирной защитой. Нам нужно файл JSON добавить в Media Manager и отключить некоторые параметры. Иначе мы просто не можем загрузить сюда некий такой своеобразный файл. Мы здесь переходим в Content. Media Manager. Настройки. Я отключу ограничения. Разрешенные типы изображений. Вот здесь вот можно добавить запятую. И потом видите вот так как я написал JSON. Добавили это расширение, чтобы у нас Joomla его пропускала. Вы можете с сайта Lottie.com скачать какую-то понравившуюся вам бесплатную анимашку. Отсюда мы выходим. И прямо здесь загрузить. Давайте проверим. Вот так это выглядит. Видите файл на компьютере .JSON. Это скачанная анимация, которая меня заинтересовала. Выбираем. Открыть. Если у вас так же не пускает Joomla, как у меня, JSON добавьте еще вот здесь в игнорируемые расширения. Вот как я. После этого попробуйте вновь загрузить. Вот у меня вы видите загруженный JSON файл. Теперь возвращаемся в наш конструктор. Самое сложное позади. С главной страницы. Вот вместо Image я удаляю Image. И давайте добавим. Вот у нас есть Lottie. Здесь идет сразу такая предварительная анимация. Очень все красивенько. Заходим. Здесь выбрать файл. Это у нас наш Media Manager. Вот наша Lottie. Выбираем ее здесь. Выбрать. Вот такую вот я выбрал интересную анимацию. Вот так вот это идет. И, кстати, вот здесь вот сразу напрашивается. Видите, вот эта колонка с информацией. Хотелось бы сделать ее по центру относительно нашей анимации. Здесь сохранить. Здесь заходим вот в этот карандаш. Вот здесь у нас есть редактировать column 2. Вот эту вторую колонку. Заходим сюда. Настройки. Самая верхняя опция. Видите, вертикальное выравнивание. Выбираем вот этот вариант. И у нас это становится по центру. Сохранить. Также это все смотрится на мобильные устройства. Анимация у нас адаптивная тоже. Давайте посмотрим, как это на фронталке. Вот так вот это смотрится. Давайте теперь загрузим вот сюда наше изображение. Назад. Так, переходим обо мне. Конструктор. Изображение. С компьютера загрузим какое-нибудь изображение. Загрузить. Я буду загружать изображение квадратное. То есть у меня это 500 на 500 пикселей. Чтобы сделать из нее круглую. Если хотите сделать за счет сайта круглую фотку, изначально картинка должна быть у вас квадратная. Загружаем изображение. И в названии не должно быть русских букв. Иначе в названии картинки. Иначе не пустят сюда загрузить вам. Выбираем. Выбрать. Вот она здесь помечается. Настройки. И сразу же. Граница. Вот здесь вот можете выбрать. Вот этот вариант. Просто у меня фон белый. Видно, что картинка круглая только по нижней границе. А так она действительно круглая. Ну и ширину и высоту, если это много, здесь можно тоже сделать. 400. Ну, на самом деле, в моем случае 500. Но здесь слишком крупное лицо у меня. Здесь фотографию я не искал. Здесь, конечно, нужно подбирать. Но если хотите сделать круглую, то вот так это делается. Теперь менюшка. У нас получается по центру меню. Залипает при прокрутке. И имеет тень. В нашем случае у нас меню по правому краю. Ничего не залипает. И сливается с фоном наше меню. Никак не разделено. Здесь мы переходим с вами в макет. Позиция Head. Вот здесь вот тоже вы можете выбрать. Разное отображение. Я выбираю, вот видите, менюшки по центру. Потому что здесь, может быть, справа у вас и поиск выведен. И слева логотип. И сразу же ниже, вот здесь вот видите, статик. Потом стики. Это залипающая позиция. То есть вот меню уже залипает. И есть еще вариант стики on scroll. То есть прокручивая вниз, не залипает. Но как только немножко крутите наверх, меню сразу показывается. То есть не доходя до самой верхней границы, чуть-чуть только наверх. Все, она у нас залипает. Тут как больше нравится. Я оставлю стики. Сохранить. А теперь о самом сложном. Когда стоит задача конкретный элемент на сайте. Поменять цвет, размер, тень, отступы и так далее. Все находится вот здесь в стилях. Заходим в стиле. Во-первых, вы можете нажать птичку вот сюда и посмотреть здесь вот какие есть вообще моменты, представления здесь. Также вы можете по большому счету нажать вот сюда и вам предложится, даже можно выбирать по категориям, то есть это готовые макеты, целые сайты. И просто, если у вас есть лицензионный ключ, просто кликнув по макету, он сразу подгрузится, вот в каком виде он есть. И его будет проще настраивать, потому что, допустим, по цветам вы уже все выбрали. Кнопочки там вот здесь все видно. Вот. Мы же с вами настраивали самостоятельно. И когда вы в стиле зайдете, вы просто смотрите. Маленькая подсказка, но она на самом деле не особо так дает, потому что здесь все равно надо ковырять, искать где что находится. Когда мне, допустим, нужно только шапкой вот заняться сейчас. Видите, наводим мышь и появляется вон там вот контейнер navbar. То есть здесь, слева в колонке, эти названия также имеют место быть. Плюс, когда мы наводим мышь, если мы там, где нужно, то вы видите, я мышку навел на бейс. И то, что к этому относится, оно подчеркивается синей рамкой на нашем холсте, что нам дает некое понимание, что здесь, скорее всего, что-то зарыто, какие-то опции. И даже это, я считаю, сделано крайне неудобно. Поэтому здесь вот именно с меню я вам сразу подскажу. Прокручивайте в самый низ. Здесь очень много всяких настроек. Практически в самый низ. Вот здесь вот находим navbar. Вы видите, я навожу мышь с синей рамкой. Помечается это наша шапка. Нажимаем, и вы видите, тут еще вон сколько всего. И нужно еще знать английский хорошо, чтобы понимать, что за что отвечать. Но с меню я вам помогу. Допустим, вот background, это заливка фоном белым цветом. Смотрите, просто красный выбираю, чтобы вы просто поняли, что это действительно я там, где мне нужно. Видите, только шапка у меня помечается красным. Но я оставляю ее белой. Мне нужно бокс shadow, это тень. Я выбираю тень. Выбираю вот здесь вот ползунком серую область. Но видите, у нас появляется такая только линия. Поэтому я вот здесь, вот здесь, в этой области ставлю, допустим, 3. Ну то есть это некое размытие. 3 пикселя. Ну и можно сделать еще попрозрачнее, чтобы она не была слишком яркой. Типа такого. Теперь мы сделали границу. Плюс вот эти пункты меню, если мы наводим на них мышь, видите, навбар. Которые неактивные. Вот здесь вот это находится. Color цвет. Я хочу сделать, чтобы они были более тусклые. Вот видите, они стали более тусклые. Но при наведении они снова черные. Активный пункт меню у нас яркий. Вот эти вот только при наведении. То есть вот так. Все. Вот эту манипуляцию я хотел показать. И вот таким методом, если что-то нужно менять, придется сидеть, ковырять, смотреть, где это находится. Вот это, я считаю, главный недостаток конструктора UTEM. Все же надо сделать так, чтобы все эти опции вызывались интуитивно, сразу на месте. Допустим, появлялся бы здесь карандашик. Мы на него нажимаем. И все эти опции, они у нас доступны. Итак, смотрим, как было. Обновляюсь. Как стало. Вот такое вот получилось достаточно объемное видео, хотя здесь раскрытию тем у нас не получилось, потому что это нужно делать целый видеокурс. Но я думаю, если вам он понравится, самое главное, почему мы его используем, потому что он очень легкий. Надеюсь, для вас видео было интересно и полезно. А на этом я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok